С нами на связи Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот, наконец-то, сегодня получено официальное подтверждение. Освобождено от российских оккупантов село Пятихатки с Запорожской области и еще семь населенных пунктов. Общая территория освобождена, это 113 квадратных километров. Сообщается, что в ИСУ ведут наступательные действия на Бердянском, Мариупольском направлениях. Там противник пытается обороняться, но на Востоке, ведь он все еще пытается наступать, так ведь? Хоть и безуспешно. Сейчас нужно говорить о том, что стратегическая инициатива перешла в руки Вооруженных сил Украины. И сейчас на поле боя диктуют именно подразделения части Вооруженных сил Украины, которые ведут целенаправленные активные действия на различных направлениях. И, в принципе, сейчас на данный момент решается несколько вопросов. Первая основная задача – это, конечно, уничтожение врага имеющимися средствами, но и проводится тестирование обороны противника на различных направлениях, и выявляются его слабые места. И тут, как говорят и наблюдатели, в том числе и представители иностранных армий, что сейчас еще не задействованы резервы Вооруженных сил Украины. И это только начальная стадия вот той, как называют ее в медиа, контрнаступательной, но по большому счету это наступательная, стратегическая наступательная операция. И сейчас, на данный момент, резервы, которые были подготовлены западными странами и оснащены, они практически еще не вовлечены в проведение этой операции. Конечно же, ввод резервов и дальнейшее развитие наступления – это уже случится после проведения первого этапа тестирования обороны противника. Ну и, конечно же, в ходе этих действий также одной из основных задач является освобождение временно оккупированных территорий Украины от захватчиков с целью полного решения задачи освобождения всей временно оккупированной территории Украины от российских захватчиков и восстановления международно признанных границ Украины. По мнению Минобороны Великобритании, которое они высказывали в Твиттере недавно, потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен разгара боев за Бахмут в марте. Это была цитата «ВСУ уже 16 месяцев планомерно уничтожает силы врага». Это признают и сами россияне, они с криками, знаете, пишут в своих телеграм-каналах о том, что российские силы попадают под страшные, четкие, буквально, обстрелы украинской артиллерии, о массовой гибели, говорят, на территории Луганской области. Но, как мы уже давно понимаем, ведь никакие потери их все равно не остановят. Или же эти потери должны быть, ну, просто, наверное, катастрофическими для них, такими, которые они не смогли бы быстро восполнить, так? Ну, дело в том, что уже сейчас уровень потерь, особенно, что касается техники, он является критическим, и вот на данный момент Российская Федерация не может организовать воспроизводство и восполнение той техники. Конечно же, живая сила является сейчас тем ресурсом, который имеется у российского руководства в достаточно большом количестве. И здесь как раз сделана ставка на его использование. И тут цифры, вот эти шокирующие, они говорят сами за себя. Если, допустим, сравнивать различные войны, которые вела Российская Федерация, то нужно сказать, что, ну, эти потери, которые она сейчас несет, они на порядок и несколько порядков выше. Допустим, вот во время первой и второй чеченских кампаний официально российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц. В Афганистане эти цифры варьировались где-то в районе 140 человек в месяц. Сейчас же мы видим, вот даже по сегодняшней сводке, это 660 убитых оккупантов на украинской территории. Это в день. Это в день, да. И вот эти цифры говорят о том, что в среднем сейчас в Украине погибает оккупантов несколько десятков тысяч. В различные времена эти цифры варьировались от 5 до 20 тысяч уничтоженных оккупантов. Это согласно по статистике, которую дает Генеральный штаб Украины. Даже если учесть то, что многие могут возражать, что эти цифры могут быть завышены, то вот эти цифры не сильно отличаются и оценки независимых наблюдателей. Хотя, в принципе, они говорят о том, что подобные цифры могут включать и все же там невосполнимые потери. Однако, все же таки я буду склонен не очень подвергать сомнению цифры, которые приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, потому что вот в данный момент мы можем констатировать, что именно потери, которые несет Российская Федерация, они являются чувствительными для, скажем, определенных сфер. Допустим, можно судить о том, что Министерство обороны Российской Федерации не публикует официальные данные о своих потерях или публикует их очень редко и очень заниженными. И это отражает болезненное отношение к этим потерям. Потому что основная концепция, которая использовалась ранее Российской Федерации при введении захватнических войн, когда все строилось на основе успеха и любой успех там списывал любые потери, то сейчас вот эта тактика уже не работает и, в принципе, они входят в какую стратегическую полосу понесения таких громадных, колоссальных потерь, в которых им очень трудно будет признаться. Успехов нет, а потери огромные, да? Да, и тут нужно сказать, что, конечно же, наряду с той активно действующей пропагандистской машиной, население до определенной поры тоже витает в облаках и тумана пропаганды, которая сейчас просто имеет засилие на российских медиа, в российских медиа. И, конечно же, вот рано или поздно те цифры, которые дойдут до сознания российского населения, они должны будут шокировать. Но мне кажется, что на данный момент говорить о подходе как раз российского общества к этому рубежу говорить пока рано, потому что еще востребована вот та откровенная ложь, которая рьется из уст официальных представителей, когда дело идет о их действиях в Украине. Мы видим, что всячески искажается любая информация, и пока еще российское общество не получает всей полноты информации о тех ужасающих и потерях, и тех криминальных преступлениях, которые совершает российская армия на территории Украины. Но рано или поздно вот этот прорыв должен случиться. Ну вот в Украине сейчас воздушная тревога. Сначала она была в восточных областях, вот уже и в южных, и в центральных. И вот воздушные силы Украины, у них есть телеграм-канал, где они оперативно все сообщают. Так вот сообщают о вылете российских Ту-22М, а также предупреждают о высокой вероятности пусков крылатых ракет Ха-22 с акватории Азовского моря. То есть Россия продолжает ракетный террор и ночью, и днем уже. Да, нужно сказать, что как раз ракеты Ха-22 являются откровенно террористическим оружием, они не являются высокоточным оружием. У них среднее круговое отклонение от цели, куда были заданы координаты на поражение какого-то объекта, могут отличаться от 500 метров до 2 километров. Это объясняется именно тем, что эта старая ракета, она разрабатывалась под применение ядерной боеголовки по корабельным соединениям. И, конечно же, в тех условиях, для которых она там предназначалась, она применялась в ходе массированных ракетных ударов. И вот подобная точность, она допускалась, в том числе и желанием достичь каких-то военных целей. Здесь же применение подобных ракет по территории Украины не оправдывается никакими военными целями, потому что реально эта ракета, она полуслепая и летит практически в белый свет, как копеечку. А о чем это может говорить, что они уже вот такие старые ракеты достают? Ну, дело в том, что вот подобными действиями российские террористы преследуют несколько целей. И одна из них, это, конечно, терроризировать мирное население Украины. И мы знаем, что вот эти же ракеты Х-22, они неоднократно поражали гражданские объекты. Это и торговый центр в Ивомроге, это и жилой дом в Днепропетровске, ну и много гражданских объектов. И, конечно же, повлиять и на военно-политическое руководство Украины. Потому что, ко всему прочему, эта ракета еще имеет высокую скорость и определенную аэробаллистическую траекторию на коммунистическом участке, которой она очень трудно поражается имеющимися украинными средствами противовоздушной обороны. Ну, кроме тех систем, которые заточены именно на противодействие баллистическим ракетам, таких как ЗРК, Петриот или Сампти. Так что, кроме того, конечно же, они используются для проламывания обороны противовоздушной и для истощения. Потому что на такие ракеты все равно нужно расходовать ракеты зенитные. И это в конечном итоге сказывается на способности системы противовоздушной и адекватно реагировать на подобные вопросы. Еще несколько вопросов хотели с вами обсудить. Вот в России осужденных смогут брать на войну не только в ЧВК, но и вот уже в регулярную армию. За это проголосовала Госдума. И мало того, этот документ устанавливает, я цитирую, «правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы». Как вам вообще вот такая тактика? И как это вообще служить бок о бок с заключенными для тех же мобилизованных? Ну, нужно отметить, что вот сейчас задним числом Российской Федерации пытаются хоть как-то придать какую-то законность именно использованию заключенных для, ну, откровенно, для введения убийства граждан другой страны. И нужно отметить, что отсутствие вот этих законов ранее не сдерживало страну агрессор от применения осужденных. Нужно сказать, что это люди, которые все-таки не пользуются полнотой прав граждан Российской Федерации, ну, в большей степени, чем обыкновенные граждане. И именно об этом говорит истатус, потому что, будучи осужденным, они лишаются части гражданских прав. И в этих условиях им предлагают условия, от которых нельзя отказаться. И что нужно отметить, вот предыдущее все время, когда там набирали ЧВК «Вагнер», и уже потом, когда Министерство обороны Российской Федерации поняло, что это такой, ну, является таким себе ресурсом, которым можно прибегать именно из-за бесправности вот этой категории российских граждан. Ну, сейчас Государственная Дума сделала вот такое, видимо, плохое лицо или хорошее лицо при плохой игре и пытается это втиснуть в правовое поле. Но с точки зрения логики, нужно сказать, что тут все хромает. Потому что, ну, не зря в большинстве стран мира является, есть ограничения на возможность лиц осужденных служить в армии. Потому что все же в любой стране защита своей страны является почетной обязанностью. И, конечно же, вот лица, которые имеют те или иные проблемы с законом, они не привлекаются для подобной почетной миссии и имеют какие-то ограничения. Почему? Потому что вот таким образом армия, как институт государства, она ограничивается от, ну, вот влияния такого же криминального. Потому что, ну, армия не является там каким-то средством исправления преступником или еще что-то. И по большому счету всегда должна оставаться там беспристрастной. В этих условиях мы видим, что вот все действия российского руководства и армии. А в самом деле какая разница, кого призывать и кого применять для совершения преступлений. И как раз вот лица осуждения подходят больше всего по мнению и российских законодателей, и российского военно-политического руководства. Ну, откровенно это расходится с подходами цивилизованной части мира. Ну, знаете, то, что они призывали вот Зека, Вагнер, да, эти местные штурмы, этим же они немного смягчили, вот то, о чем мы с вами говорили до этого, смягчили ту информацию, которая поступает в российские регионы об убитых. Да, мы вспомним эти бесконечные кладбища ЧВК Вагнер, где они вот отдельно так, чтобы люди не видели, да, хоронили этих убитых. То есть мы можем говорить, что как минимум, я понимаю, цифра 40-50 тысяч убитых на войне в Украине, это были вот как раз вот эти Зеки, которых как бы никто не кинется искать, да? Ну, конечно, и это же ресурс, но вот именно который можно использовать быстро, применив различные, даже не скажу, хищения, какие-то такие псевдостимулы, когда ставятся условия, и вот его быстро можно набрать. И в том числе, ну, скажем, и когда потом будет международный криминальный суд расследовать все эти преступления, возникнет много вопросов, на каком основании, значит, какие-то там частные структуры обеспечивали при отсутствии того закона, о котором мы сейчас говорим, который вот, бездумая, сейчас только пытается принять, были там, скажем так, и случаи якобы на публику помилования данных заключенных, которые принимали участие в убийствах граждан другой страны. И, ну, какими законами, какими подзаконными актами это все, я и говорил, это все будет предметом расследования международного криминального суда. И нужно сказать, что, ну, не случайно государство-террорист обращается к вот этому ресурсу, потому что, ну, в условиях, когда есть определенные препятствия от явления там всеобщей мобилизации, ресурс людей, которые, ну, которых можно вот легко и быстро использовать для ведения этой войны, он исчерпывается, откровенно говоря. И вот осужденные, они были одним из таких быстрых ресурсов, которые можно было использовать, в которые было поставлено российское руководство активными действиями вооруженных сил Украины. Знаете, а те заключенные, вот, которые согласились подписать эти контракты, даже тот малый процент, который выжил из них, они ведь тогда, наверное, не понимали, и сейчас не понимают, что они были просто преступниками, которые могут снять судимость, там, он может досидеть свой срок. А теперь даже те, кто выжил, они стали военными преступниками без срока давности? Да, совершенно верно, вы верно отметили, потому что вот как раз преступления, военные преступления, они не имеют срока давности, и по ним не могут применяться статьи о помиловании, и поэтому, ну, конечно же, для обмана и российским военным руководством, включая и Министерство обороны этой страны, по существу осуществляется обман, когда предлагаются вот делать такие вещи. И это, конечно, можно делать, когда население к правовому отношению не образовано и не понимает все долгосрочные последствия своих действий, доверяя, ну, по привычке, вот как раз тем людям, которые захватили власть в России и уже долгое время удерживают власть Российской Федерации. Окупанты тренируют своих мобилизованных, вот тех, кого они смогли взять на фронт, а вне зоны тренируют сейчас на оккупированном острове Джагалачи в Херсонской области. Об этом говорится в сводке генштаба ВСУ. Насколько много, как вы считаете, людей там можно подготовить? И почему мы ничего не слышим сейчас о Беларуси? Что происходит на ее полигонах? Неделю назад вот была информация, что там оставалось только около тысячи российских военных, ну, скорее всего, инструкторов. Какая вообще сейчас вот история с подготовкой российских мобилизованных в целом? Ну, если вот говорить о острове Джагалачи, который в Херсонской области, это один из, вернее, самый большой украинский остров в Черном море. И ранее это была заповедная зона, позже она использовалась для ведения хозяйственной деятельности, с приходом оккупантов. Они решили, как обычно, использовать это для своих военных целей. Ну, сообщалось, что на Джарелгач, да, они вот засыпали, сделали дамбу, да, для того, чтобы удобно было перемещаться туда войскам для обучения. Да, дело в том, что там был утруденный доступ и нельзя было там использовать. Сейчас этот остров оборудован для использования в качестве полигона. Какая у него может быть пропускная способность? Ну, я как-то думаю, что ориентировочно от 500 до 1000 военнослужащих в месяц, но при условии оборудования данного полигона, ну, качественного оборудования полигона. Вот в тех условиях, о которых сейчас мы можем говорить, я думаю, что эта цифра может быть и ниже, и известно, что данный остров используется в том числе для тренировок и подготовки российских артиллеристов. Ну, в любом случае, все, что делается с островом, который ранее был природной заповедной зоной, это является актом экоцида. И, конечно же, негативно воздействует, как и вся российская оккупация украинской территории, на экологию не только украинских территорий, но и всех стран черноморского бассейна. Что касается подготовки мобилизованных, нужно сказать, что сейчас, скорее всего, что такая подготовка, накал ослаб, и это связано, может быть, с временным источением как раз этого мобилизационного ресурса с одной стороны, на отбор которого российское руководство, скорее всего, пошло сознательно, потому что, прежде всего, первопричиной является то, что тех мобилизованных, которых хотели набрать еще в России, и их просто нечем не только одевать, обувать, давать защиту, но их, по большому счету, вооружать. И поэтому это сейчас тоже является достаточно большой проблемой для оккупантов. Об этом свидетельствуют, впоследствии на эти факты, что там же вот значительно на порядок снизилась нагрузка на использование полигонов в Беларуси, потому что если на начало этого года полигоны были заполнены под завязку, и где-то переменный состав вооруженных сил Российской Федерации находился на территории Беларуси в количествах где-то 10-11 тысяч в январе этого года, то к марту начало снижаться эта численность, где-то там в это время уже насчитывали порядка 8-9 тысяч переменного состава. Уже к маю это количество снизилось где-то до 2,5-3 тысяч. И сейчас вот наблюдатели Беларуси и наши украинские представители, в частности, государственная пограничная служба Украины отмечают, что сейчас на полигонах на территории Беларуси находятся вверх там около 1000 единиц личного состава страны агрессора. Тут французские журналисты сняли сюжет с позиции российских оккупационных войск на захваченной территории Украины. Речь идет о телеканале ТФ-1. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко так прокомментировал то, что произошло в эфире. Я хочу процитировать. Репортаж ТФ-1.Инфо о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины и пробивает новое дно журналистики. Он подчеркнул, что этим репортажем французские журналисты продвигают нарратив о мощи российской армии, чем они порочат память тех, кого эта армия убила. Но действительно, вот давайте подумаем, было бы странно прочитать, например, в газетах «Союзников», примером, летом 44-го года, да, репортаж, например, с позицией нацистской дивизии СС «Досрайх» во Франции, солдаты которой уничтожили известный на весь мир французский городок Арадур-Сюрглан вместе с его мирным населением. Как же сегодня должна реагировать Украина, ну да и мир, когда вот такие сюжеты появляются в эфире страны-союзника Украины? Ну, нужно сказать, что вполне согласен, что французские журналисты в данном случае пробивают дно. И, конечно же, вот подобное освещение, оно недопустимо. Причем в этом сюжете не была дана никакая оценка, почему российские войска находятся на чужой территории, на территории другой страны, какие они ведут действия, с какими целями. И это же, конечно же, совершенно не журналистский послод. И мне кажется, что должны дать свою оценку и профессиональные организации, в том числе и Франции, и Европейские союзы журналистов независимые. И тут, конечно, нужно применять со стороны Украины все действенные меры для того, чтобы подобных случаев дали и не было. В том числе для таких журналистов предусматривать и ограничения, и все действия, которые может в правовом плане сейчас применять Украина. Ну и, конечно же, нужно доносить и далее и до наших европейских друзей, до европейских стран, в том числе во Франции, чтобы вот подобные непереборчивые журналисты не могли искажать картину мира. А мне кажется, что здесь, возможно, еще и связана все-таки история быть и с прямым подкупом со стороны оккупантов. И это также, конечно же, не красит журналистов. Валерий, спасибо большое вам за ваши комментарии, за вашу экспертную оценку ситуации. Всегда рады вам нафридами, а зрителям напомню, Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс» был в нашем эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!